Всем привет! Сегодня мы поговорим, как выбрать саженцы туи и где их лучше посадить. Вы на канале питомника растений Каплан, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Туя это вечно зеленое и очень неприхотливое растение, именно поэтому так полюбилась среди садоводов и ландшафтников. Применяют ее в одиночной посадке и в групповой. Вы можете использовать ее в качестве живой изгороди или топиария, а посадка и уход за ними не требуют никаких знаний и усилий. Итак, сейчас поговорим про самые популярные сорта туи, а именно Смарагд, Брабант и Колумну. Весь ассортимент туи вы можете посмотреть в каталоге питомника растений Каплант, я оставлю ссылку прямо под этим видео. Итак, поговорим про тую Смарагд. Смарагд это сорт, у которого ветви растут вверх и хвоя изумрудного цвета. Она не меняет свой цвет ни зимой, ни летом, а шишки у нее темно-коричневые. Крона обычно у Смарагда пирамидальная и очень хорошо держит форму. Она плотная, симметричная и без растущих хаотичных веток. Если вы не хотите заморачиваться, то рекомендую обратить внимание именно на Смарагд. Ее практически даже не нужно стричь, чтобы поддерживать форму. Дерево достигает 10 метров в высоту, а в диаметре до 2 метров. Данный сорт плохо переживает засуху и застой воды, поэтому обязательно регулярно поливайте летом. При этом Смарагд хорошо также переносит русскую зиму, и у нее морозостойкость до минус 35 градусов. Можете ее использовать в качестве самостоятельного декоративного растения на участке, либо же в составе живой изгороди. Следующий сорт, про который мы поговорим, это Брабант. Сорт отличается ярко-зеленой хвоей и также не меняет свой цвет вне зависимости от сезона. Его отличительной особенностью является быстрый рост. В среднем за год это растение прибавляет до 30-35 сантиметров в высоту и достигает 8 метров на пике своего роста. Он очень неприхотлив к климату, может расти в тени и на солнце, и также не требует обильного полива. Морозостойкость у Брабанта будет примерно такая же, как у Смарагда, до минус 35 градусов. Ветки у него будут короче, но пышнее. Чтобы придать и сохранить пирамидальную форму, вам потребуется его регулярно обрезать. Далее переходим к Колумне. Колумна максимально неприхотливый сорт Туй с ярко-зеленой хвоей. Она меняет свой цвет в зимний период на темно-изумрудный. Крона у данной Туй колоновидная, а не пирамидальная. Именно поэтому и называется Колумна. Колумну сажают преимущественно вдоль аллеи или также в составе изгородь с промежутком примерно 0,5 метров. Морозостойкость у данного сорта до минус 30 градусов. Во взрослом состоянии достигает 10 метров, а в диаметре где-то полтора метра. Сорт плохо переносит засуху, поэтому в жаркое лето я рекомендую обильно поливать. Остановимся подробнее на том, как же выбрать саженца. Ни для кого не секрет, что посадка и уход начинаются именно с приобретения саженцев. Они должны быть очень хорошего качества, поэтому приобретайте только в проверенных местах. В нашем питомнике все растения от производителя. Именно поэтому за качество посадочного материала мы отвечаем. Есть несколько основных правил при выборе саженца дерева. Это возраст растения не более 5 лет. Хвоя у него должна соответствовать сорту и быть обязательно без сухих веточек. При сжатии ветки сразу должны возвращать свою форму. Корни у саженца должны быть белого цвета с розовинкой, плотные, также не сухие и не мягкие. Кора не должна быть сухой или со следами плесени, так как если вы видите следы плесени, значит, что в растении уже развивается какой-то грибок. И корневая система обязательно должна быть хорошо развита. Если вы покупаете дерево в горшке, то при поднятии за крону горшок не должен сваливаться. Иначе, если горшок сваливается, то корневая система пересохла и она не приживется на новом месте. Если вы планируете посадить живую изгородь, то рекомендую выбирать саженцы одного размера, плюс-минус 10 см по кроне. Также с особой осторожностью я рекомендую выбирать растения, которые возрастом более 10 лет. Такие крупномеры сложно приживаются в новом месте. Из-за размеров взрослое растение непросто перевозить и пересаживать. Если вы не хотите заморачиваться с этим, то вы можете всегда обратиться к профессионалам. В нашем питомнике растения Каплант есть опытные тендрологи, которые могут обеспечить вам деликатную доставку, а также посадку взрослых туй еще с гарантией. Гарантия на все растения 1 год. Теперь обратимся к правилам посадки саженцев. Технология и правила посадки саженцев не требуют особых знаний, но лучше придерживаться все же некоторых рекомендаций, про которые я вам сейчас расскажу. Самое важное – выбрать, когда же сажать. Обычно все специалисты придерживаются мнения, что лучшее время для посадки – это весна после схода снега или ранняя осень. В межсезонье пересадку делать не рекомендуют, так как растения очень ослаблены и могут не прижиться на новом месте. Несмотря на то, что туя все-таки вечно зеленое дерево, оно также, как и все остальные, будет готовиться к зиме, поэтому осенью будет риск выше его погубить, нежели весной. А весна – это самый благоприятный период, потому что саженцы как раз за лето окрепнут, пойдут в рост и хорошо укоренятся. В нашем питомнике туи обычно продаются с закрытой корневой системой. Именно такие растения уже находятся в комах, и они очень хорошо приживаются. Время посадки будет практически любым в рамках сезона, ну, исключая, конечно же, самую сильную жару. Итак, мы определились с вами, когда правильно посадить тую, когда лучше ее посадить. Теперь определимся с почвой и расположением. Место для посадки вам необходимо продумать заранее, а также необходимо определиться с количеством саженцев, чтобы не покупать лишнее. Если вы планируете живую изгородь, то правильно сажать примерно на расстоянии 0,5-0,7 метров друг от друга. Итак, почва для западных сортов обычно подходит кислая. В ней туи могут получить как раз-таки достаточное количество питательных элементов для роста и не погибнут в процессе укоренения. Туя сморакт и брабант очень хорошо чувствуют себя на глиняной почве. При посадке саженца в открытый грунт в этом случае должны быть по технологии, чтобы растения чувствовали себя нормально и сразу же пошли в рост. Обязательное условие – это отсутствие сквозняков в месте посадки. Сторону для посадки вы можете выбрать как солнечную, так и теневую, в зависимости от выбранного сорта. Что самое хорошее, у всех хвойных растений хвоя выделяет фитонциды в воздух. Они защищают воздух от патогенов и пыли, потому что они его очищают. При этом хвоя именно у туи будет гораздо мягче, чем, например, у сосен или елей. Именно поэтому туи вы можете высаживать рядом с детскими зонами на участке, например, возле песочниц или игровых площадок. Итак, как я уже сказала, важно сажать по технологии. В чем же заключается эта самая технология? Правила посадки туи в открытый грунт несложные. Первое. Необходимо выкопать яму примерно по размерам корневой системы саженца. Глубина зависит от корневого кома молодого растения. Снимать его и пересаживать с голыми корнями не нужно. То есть, если вы купили растение уже с готовым комом, в мешковине, с сеткой, сам ком снимать не нужно. Необходимо просто разрезать сетку сверху и освободить корневую шейку. Далее. На дно ямки обязательно выкладывайте дренаж. В качестве дренажа вы можете использовать мелкий или крупный щебень. Керамзит. Не рекомендую использовать битый кирпич или другой облицовочный строительный материал, так как есть риск, что он просто-напросто разрушится в почве, и тогда эффекта дренажа не получится. Далее. В посадочной яме обязательно перемешивайте удобрения вместе с грунтом. Подходят фосфорно-калийные смеси, которые будут обеспечивать питание и насыщение полезными микроэлементами. Идеально будет подходить для посадки туи смесь из почвы, торфа и песка для укрепления дерева. И самый важный момент – это корневая шейка. Ее нельзя заглублять, поэтому посадите выше уровня земли. Поливают обычно первые 2-4 дня после высадки ежедневно и очень обильно. Поливайте растения под корень. Правила посадки саженца дерева туи с места на место в пределах одного участка примерно такие же. Если пересаживаете взрослое дерево, то его нужно обкопать со всех сторон в 20-30 сантиметрах от ствола, а также удалить старые и мягкие корни. Не забывайте про дренаж и удобрения. Еще хочу сказать, что очень много видео с полезными рекомендациями от экспертов есть уже на нашем канале в подборке для начинающих садоводов. Переходите по ссылке под этим видео или в правом верхнем углу, там они все будут. Важно! Первую обрезку кроны вы должны производить через 1-2 года после посадки, по мере необходимости. Раньше, чем через год после высадки, я не рекомендую обрезать растения, именно потому, что в этот период идет приживление дерева на новом месте. Все силы будут у него брошены на укоренение и на естественный рост. Вот и все, пожалуй, правила, про которые вам необходимо знать при посадке туи, по уходу за ними. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А с вами была Софья и питомник растения Экоплант. Конкурс. Мы разыгрываем 500 тысяч рублей от питомника на то, чтобы облагородить ваш сад. А что нужно делать? Нужно сейчас просто помечтать. Помечтать о том, какие растения вы бы хотели высадить на своем участке и рассказать нам об этом. О трех растениях, которые вы хотели высадить, но по каким-то причинам не могли. Может быть, не позволяли средства. Может быть, не было времени доехать до питомника и выбрать себе растения. А может быть, вы даже не знали, что посадить, у вас еще совсем голый участок и ничего нет. И вы только-только думаете, так, а что бы я посадил на своем участке. То есть, Экоплант дарит десяти счастливчикам 50 тысяч рублей на то, чтобы облагородить ваш сад. Каждому человеку по 50 тысяч рублей. Все условия конкурса будут в описании под этим видео. Но я сейчас их проговорю, потому что они очень простые. Первое – это подписка на наш канал. Ну, еще и лайк поставьте этому видео. Второе – это написать три растения, которые вы хотите видеть на своем участке и объяснить свой выбор. Желательно это сделать красиво. И мы выберем с нашей команды экспертов, а также, возможно, привлечем блогеров и звезд, для того, чтобы они помогли нам сделать выбор тех самых десяти счастливчиков, которые получат сертификаты на 50 тысяч рублей на облагораживание своего участка. И вам останется дождаться 20 июня, когда мы объявим о результатах конкурса. Я так хочу себе ель, хочу голубую, хочу себе две. Я так хочу себе тую по периметру посадить во дворе. Я знаю, где все это взять, чтобы с доставкой, чтобы с посадкой. Хочешь хоть вишневый сад, хочешь ландшафт с бонзаем и травкой. Скипки больше 90 до процентов, да все просто. Десять тысяч видов растений, все доставят, посадят за день. Вам на Киев Дима тоже подтверждает, а не звезд, а мы вообще всем сажают. Всем сажают, всем сажают, все в экоплан за новым урожаем.